Доброе утро, уважаемые участники мастер-класса. Сегодня мы завершаем нашу серию онлайн-мастер-классов темой про инструменты для автоматизации привязки сметных норм. В частности, поговорим о таких инструментах, как наборы сметных норм, шаблоны типовых проектов и рассмотрим работу с классификаторами в программе Revit. Меня зовут Кристина Смирнова, я являюсь продакт-менеджером направления сметных решений в компании CSD. А саму техническую демонстрацию и, соответственно, сам мастер-класс проведет Ивянский Александр Матвеевич, руководитель разработки продукта 5D-смета, которого сейчас я и предлагаю присоединиться к нам. Александр Матвеевич. Здравствуйте, коллеги. Ну что ж, коллеги, спасибо, что пришли. Сегодня мы рассмотрим два вопроса. Оба связаны с автоматизацией назначения сметных норм, то есть с ускорением, облегчением труда сметчика. Первый механизм, о котором мы поговорим, это шаблоны, это типовые наборы сметных норм. Изначально идея была такая. Сметчик может осметить какую-нибудь конструкцию, неважно, стену, например. Там может быть несколько сметных норм, сама стена, отделка, теплоизоляция и так далее. Вот этот набор сохранить у себя в некоем хранилище. И после этого, когда встречается аналогичная стена, то, соответственно, можно заново не делать вот эти наборы, а просто взять готовые одно или несколько сметных норм, возможно, уже с привязанными материалами, поправками и так далее, и применить ее к новым стенам. В последнее время идея вот этих шаблонов несколько развилась. И появилась возможность назначать эти шаблоны на уровне проектирования. Как это делается? Ну вот, допустим, я беру и в проекте. У меня тут есть какая-то базовая наружная стена, железобетон 200. Я говорю, что я хочу выбрать все экземпляры этой стены в проекте. Вот они у меня выделились. После этого на вкладке «Сметная информация» я использую кнопку «Выбор набора норов». Стена наружная монолит 200. Теперь на этих стенах появилось значение «Набор норм». Вот он здесь. Сейчас я надеюсь это все-таки показать. Вот он здесь виден. Набор норм 0201 0201. Вот он. Давайте посмотрим, что из этого выйдет, когда мы попробуем передать вот эту информацию «Сметчику». Ну и заодно посмотрим, откуда, собственно, берутся вот эти коды и наборы. Прежде чем это сделать, я хочу выделить в проекте еще какие-нибудь стены. Чтобы потом не возвращаться в Revit, а сразу показать вам следующую нашу возможность. Я выберу какие-то еще стены. Ну, например, вот тут есть внутренний кирпич 120. Ну, например. Добавляю их к нашим бетонным стенам. И вот у меня выделено какое-то количество элементов в этом моем проекте. Говорю, назначить нужно. Revit выгружает информацию. Загружается рабочее место «Сметчика». Загружается информация из Revit. И вот рабочее место «Сметчика» запустилось. И видим мы, что на те стены, которые мы изначально отметили, к которым привязали вот этот код, автоматически поставилась зеленая галочка. Вот она. И привязалась пара сметных норм устройства железобетонных. Стен перегородок толщина 200 плюс штукатурка какая-то. Объемы, естественно, программа посчитала. То есть вот эти стены оказались автоматически осмечены. Давайте посмотрим, как это делается и откуда вообще вот это взялось. Итак, вот я для этого посмотрю кнопку, которая была здесь изначально. И называется она «Загрузить набор норм». Вот справочник наборов норм. Вот он выглядит так же, как в Revit. Я открываю тот же раздел, вижу вот эта стена монолитная. Вижу вот эти же две сметные нормы. Вот они, видно, что коды у них одни и те же. И виден вот этот под идентификатором, здесь называется, который в Revit присвоился на выделенные конструкции. Вот там 0201 0201. Итак, сметчик может вручную присвоить каким-нибудь стенам соответствующие сметные нормы. Здесь это делается в рабочем месте сметчика. После этого в любой момент он может взять вот эти сметные нормы, так как я вот сейчас сделал, и назначить любым конструкциям, которые есть в проекте. С другой стороны, когда создается вот этот набор норм, это делается вот этой соседней кнопкой, создать набор норм, можно ввести сюда некий идентификатор. Он должен быть уникальным. Какое он тут, буквы, цифры, совершенно все равно, но он не должен повториться. И вот если это сделать, и потом нажать кнопку «Сохранить» вот здесь, то облавление вот этой базы, а именно название и идентификатор, переходит в некий файл, который импортируется в Revit и позволяет проектировщику привязать вот этот набор уже на уровне проектирования. Что при этом, кто что при этом получает? С одной стороны, мы немного переносим тяжесть работы с сметчика на проектировщика. Ну, действительно, так бы проектировщик ничего не делал, а сметчику надо было бы выделить вот эти стены, присвоить здесь у себя, присвоить им вот этот набор, найти этот набор, присвоить его, но результат был бы точно такой же. С другой стороны, мы позволяем проектировщику немного жизнью простить. То есть он может не рисовать вот эту штукатурку. Она уже есть в наборе. Проектировщик знает, какая тут штукатурка, он по названию, поэтому выбрал нужный набор сметных норм. И он может уже не вырисовывать конкретные какие-то слои, дополнительные, может быть, эти стены, стены, штукатурки, теплоизоляцию и так далее. Главное договориться со сметчиком, что значит вот это название. Это название, очевидно, должно быть достаточно понятно проектировщику, чтобы он не гадал, какие конкретно сметные нормы здесь присутствуют. А мог просто, зная проект, выбрать вот этот набор и тем самым и себе немножко жизнь облегчить, не рисовать слишком подробно вот эту стену. И сметчику жизнь облегчить, не заставлять его вручную назначать вот этот набор. Дальше. Вот здесь у нас есть какие-то стены, которые не осмечены. И вполне может быть, что если мы посмотрим, стены, они тут внутренние, кирпичные. Здесь тоже есть какая-то, какой-то набор вот этих типовых комбинаций. Но может быть, тут не хватает просто того, что нужно сейчас для сметчика, для проектировщика. Ну вот тут известняк, тут с воздушной прослойкой. Облегченная конструкция и так далее. В общем, если проектировщик видит, вот это вот у себя видит с вот этими кодами. Если он видит, что нету здесь вот того, чего нужно, это внутренняя перегородка толщиной полки кирпича, очевидно, вот 120 миллиметров. Соответственно, он не присвоил код. Сметчик видит, что не хватает. Сметчик. Что делает сметчик? Он берет вот эту стенку. Открывает в данном случае восьмой сборник. Вот у нас конструкция из кирпича и камней. кладка перегородок из кирпича. Одна вторая кирпича. Высота 2700. Привязываем. Можно присутствовать, если мы знаем, что у нас такие стены делаются из кирпича. Ну, допустим, вот этого совершенно все равно. И на вот таком расстрое мы можем это привязывать. И тогда я могу сохранить вот это в свой набор. я могу сказать, что это относится к стенам внутренним кирпичным. Я могу дать здесь какой-то идентификатор. Вот я вижу, что здесь до 4. Ну, значит, я могу написать 02.020305. Здесь я, понятно, для сметчика пишу перегородка. Скажем, одна-вторая кирпича до 4 метров. Говорю, сохранить. И вот теперь вот это вот появится у проектировщика. Он сможет нам привязать вот эти стены уже там у себя на уровне праринка. Безусловно. Ничего не мешает мне взять вот эту соседнюю стену и просто назначить вручную на нее тот же самый набор. Вот он, стена внутренняя кирпичная. 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 Вот он. Я получаю точную копию вот того, что я сохранил, включая привязку ресурсов, поправки и все остальное. Дальше. Есть еще одна хорошая особенность. вот я беру какую-то стену. Вот я помню, что здесь я привязал норму 8.2.2.3 и я вот здесь набираю 0.8.0.2.0.2.0.3. Вот она. И вот здесь программа чувствует, что в базе данных вот в этих типовых наборах есть некий набор, в который входит вот эта норма. Ну, мы видели, да, что там такая же. И тут я могу тоже сказать, либо из базы, то есть будет непривязанная расценка нормы с непривязанными ресурсами, одна норма и так далее. Или я беру набор, тут может быть несколько норм, у меня уже там привязаны ресурсы. Пожалуйста. Так, извините. Что-то пошло не так. Ничего, страшного, мы сейчас это дело легко повторим. Какой-то сбой случайный у нас случился. Так, ничего, что мы делали, кроме вот этой последней стенки у нас не пропало, естественно, и я легко сейчас на нее назначу вот тот же самый набор. Он у нас тоже, естественно, не пропал. вот наша стена. вот из этой картинки мы вернулись к этой картинке. итак, итак, я могу либо вручную назначать вот эти наборы, как я сейчас сделал. Если я назначаю вот эту норму из базы, то мне предлагают взять набор или взять исходную норму из базы. И, кроме того, сохранив вот этот вот список наборов, я даю возможность проектировщику привязывать вот эти стены. вот то касается наборов. Итак, некая база, кстати, доступная на сети всем сметчикам, которую можно потихоньку пополнять по мере необходимости, то есть учить программу вот этим кодом и, соответственно, применять вот эти наборы, давать возможность проектировщику устанавливать эти наборы на уровне проекта. Вот что такое типовые наборы. Теперь давайте посмотрим вторую нашу сегодняшнюю возможность. Возможность эта называется типовые шаблоны проекта. Сейчас мы создадим такой шаблон и посмотрим, как он работает. Вот у нас есть кнопка сохранить шаблон типового проекта. Сейчас я покажу, как это делать. Ну что ж, мы работаем со стенами. Я его называю стен. Идея шаблонов такая. Вот мы здесь что-то привязали и хотим, чтобы то же самое делалось в новом нашем проекте. Вопрос только один. Как сделать так, чтобы программа в новом проекте нашла конструкция, аналогичная нашему старому проекту. Вот тому, с которым мы сейчас работаем. Очевидно, эти конструкции должны совпасть с нашими исходными по каким-то параметрам. И вот здесь обязательно должна совпасть категория, то есть стена семейства, стена кирпичная, типо размера, слои, материал, кирпич, бетон и так далее. Но вот для стен важна еще толщина. Да, у нас стены бетонные 200 миллиметров и другие имеют разные сметные нормы. Для кирпича тоже важно. Вот таким образом мы этот шаблон можем создать. Что это значит? Если в следующем проекте пойдет к нам стена такой же толщины из таких же материалов, то к ней будут привязаны те же самые сметные нормы. Давайте посмотрим, как это сделать. Шаблон сохранен. А вот теперь я вот что сделаю. Я выделю все и уберу вот эти сметные нормы. Ну, как будто у нас тут ничего нет. Правая кнопка мышки на кнопке удаления и все наши галочки пропали. А теперь я попробую применить вот этот же только что созданный шаблон. Вот он называется у нас стены сегодняшней готовы. Итак, все наши стены оказались осмечены. Обратите внимание, что я же вот эти кирпичные стены не все осметил. Тут была только одна с галочкой. Но так как они все аналогичны, к ним привязались те же самые нормы. вот они здесь видны, везде все одинаковы. Итак, я беру какой-то проект и делаю под него шаблон. Обычно шаблон все-таки делается на какой-то вид конструкции. Можно сделать несколько конструкций, то есть можно в один шаблон записать и стены и перекрытие и чего-нибудь еще. Но список свойств важных для стен и для перекрытий наверное будет разным. Если он одинаковый, ну все хорошо. Если свойства вообще не пересекаются, ну то есть допустим есть кем-нибудь окна и там есть свойства площадь окна. Пожалуйста. Но вот если вы пометите в один шаблон запишите и стены и окна и пометите свойства площадь, то тогда со стенами будет плохо, потому что площадь у них совпадет вряд ли. У каждой стены площадь видимо своя. Вот мы это здесь видим, они тут отличаются. Безусловно можно создать несколько шаблонов и на стены и на окна как хотите. Ну то есть может быть окна какие-нибудь в одном месте пластиковые в другом деревянные пластиковые получше похуже то есть тут можно делать шаблоны под разные варианты. Количество этих шаблонов ничем не ограничено обычно они все тоже лежат на сети чтобы можно чтобы сметчики могли ими пользоваться совместно ими ну и вот таким образом создав шаблоны можно достаточно сильно себе жизнь облегчить с проектировщиком вы тут уже не связаны то есть никаких дополнительных действий с проектом для того чтобы применить вот эти шаблоны делать не но есть только некое замечание вот я уже говорил что когда мы работали с типовыми наборами там было важно название вот если мы назвали это стена с улучшенной отделкой то проектировщик отделку может и не рисовать здесь ситуация может быть аналогично если вы можете ввести у себя в организации какие-то условные обозначения ну скажем какое-нибудь слово комментарии вы пишете стена тип 1 и все знают вот вашей организации что стена тип 1 это бетон с такой-то отделкой ну с такими-то так с такими-то привязанными смертными нормами и тогда проектировщик записав комментарии стена тип 1 отдает это вам вы при создании проекта помечаете свойства комментарий то есть должна должен совпасть вот этот комментарий где написано стена тип 1 или стена тип 2 все остальное неважно и собственно вы привязываете вот эти смертные нормы уже к стена тип 1 не глядя ни на что остальное тоже можно достаточно хорошо себе жизнь облегчить причем не только себе но и проектировщикам тоже ну вот то такое типовые шаблоны шаблоны типовых проект сразу вам скажу чуть-чуть открою тайну которая еще пока никто не знает и не видел два ближайшие версии 5 до сметы вот эти шаблоны станут интеллектуальными активными это что значит вот можно будет вот сейчас стена 200 если там будет стена 250 в другом вашем новом проекте то тогда норма не привяжется ну потому что нет там вот этой толщины 250 что будет какие новости нас ждут ждут нас новости примерно такие же как когда мы привязываем какие-то нормы с помощью физических параметров то есть шаблон будет отличать будет сам разбираться что вот эта стена имеет толщину 200 соседняя 250 значит мы можем в один шаблон записать стену толщиной 210 там все что больше 200 это одна и та же самая смертная норма и шаблон сам разберется что это норма можно будет привязать к другой толщине попадающей в интервал действия данной смертной но это будет следующая версия мы надеемся что где-то к концу лета или в начале осени такая смета у нас появится вот те две возможности программы о которых мы вам хотели сегодня сказать да Александр Матвич спасибо за демонстрацию в качестве итога я бы хотела сказать нашим слушателям что необходимо использовать функции назначения наборов смертных норм и привязки наборов норм из классификатора в Revit это позволит вам формировать пользовательские базы данных смертных норм автоматизировать процесс привязки норм и снизить требования к детализации модели функции использования шаблонов в типовых проектах позволит автоматизировать типовые технологии снизить трудоемкость и повысить скорость обработки проект то есть на прошлом мастер-классе мы рассматривали один из инструментов автоматизации привязки смертных норм это интеллектуальная привязка назначения самих смертных норм в зависимости от типа зон значения параметров здесь мы добавили расшили еще две функции данные функции как я уже сказала позволят снизить трудоемкость и повысить скорость привязки смертных норм ну и в какой-то степени автоматизировать данный процесс если у вас будут возникать вопросы вы можете их присылать нам в почту либо звонить по телефону также у нас есть форма для вопросов на сайте 5desmeta.ru где собрана вся основная информация как я уже тоже ранее говорила мы сегодня завершаем серию наших мастер-классов если у вас будут какие-либо пожелания по какой-либо конкретной теме которую бы вы хотели услышать от нас чтобы мы ее продемонстрировали проговорили с вами те или иные нюансы вы все эти пожелания можете к нам присылать мы обязательно их рассмотрим и организуем какое-либо подобное мероприятие надеемся что данные уроки были для вас полезными спасибо всем за внимание еще раз мы будем завершать и я думаю до новых встреч спасибо всем всего доброго спасибо